что друзья вот настал тот день когда мы оканчиваем наш знаменитый тест популярных самых двенашек до представленных на рынке сегодня у нас будут представлены более бюджетной линейки плюс ко всему мы добавили несколько сабвуферов тех которых не было в предыдущих тестах во первых хотелось бы сказать о новой линейке от компании урал бюджета линейки low cost модель пока еще не известно предварительное название уже придумали но я пока не буду его оглашать в общем в дальнейшем я думаю через месяц через два я запилю полный обзор на самом деле тесты этого сабвуфера уже сделаны но пока что мы не выкладываем не раскрываем вам секрет я думаю что это будет конкурент аватара от компании альфард вот что еще хотелось бы отметить не было в тесте прайда lc потому что я уже продал не потому что там вы сейчас опять начнете наверняка писать какие-то умные комментарии по поводу того что кто-то там кому-то слил и поэтому lc мы не добавили но хотя на самом деле наверное логичнее было бы писать такие комментарии в предыду к предыдущему тесту до сандали с патриотом никто не написал ладно хрен с ним в общем попробуем сегодня оставшийся у меня в наличии сабы посмотрим кто как себя покажет сделаем какие-то определенные выводы опять же много говорить не будем пускай выводы каждый сделать за себя сам думаю по окончании этого видео финального видео нашего большого теста сабвуферов я все-таки вставлю табличку в котором будет указана цена сабвуфера его модель и его результаты в одном авто на них частотах и результаты в другом авто на других частотах в общем подведем так сказать итог всей той нашей работы которые мы провели с данными динамиками на это наверно больше сказать мне нечего поэтому давайте приступим к тесту поехали Ария ПЗ 12 очень плохо видно магнитофон друзья но я не знаю какой ракурс подобрать чтобы было удобнее урал булава альфард мачете баллов альфард мачете все АВАТАР ССТ-12 Вообще, конечно, сабвуфер покупался не для того, чтобы в этом коробе пострелять, вообще не участвовать в сравнении, а для того, чтобы сравнить его с бюджетной линейкой будущей от Уралов. Ну, раз уж выдавалась такая возможность, стрельнем с него и в этом тесте. Почему я сделал громче? Потому что у нас АВАТАР 4-хонный, там всего одна катушка, поэтому, чтобы хоть как-то приблизить результаты, оболтаем на 27. Попробуем, что он вам покажет. Да, чуть-чуть не будет, просто не так, не лезь. Да. 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 Он сам хочет. Удобно начинает двигаться. Хаотично двигаться, как бы его не убить до теста. Поэтому, наверное, на этом хватит. Уже даже появился запах. Очень мягкий релья. Новая модель сабвуфер от компании Урал. Должна быть самая бюджетная линейка, то есть каждый будет дешевле булавые, если верить производителю, дешевле будет на порядок. Должна быть самая бюджетная линейка, то есть еще одна линейка. Урал бюджетная линейка. Урал бюджетная линейка. Прайд Джуниор В2. Ну что, друзья, на этом я считаю, что наш большой тест сабвуферов можно подвести к концу. Я не буду приводить каких-то конкретных комментариев по поводу того иного динамика, так как, я думаю, вы сами видели все, сами можете делать какие-то логические выводы. Я лишь могу сказать, что в конце этого видео будет таблица, опять же, да, в которой будут все результаты указаны. Смотрите сами, делайте выводы сами, решайте сами, что лучше, для чего лучше, да, и в чью сторону сделать выбор. Могу еще сказать по поводу новой линейки от Уралов, которые мы сегодня тестировали, которая оказалась громче даже, чем Мачете. Она будет стоить, я вам не скажу сколько, но, скорее всего, это будет прямой конкурент Аватара. Как будет дальше, мы посмотрим, время покажет. Но, на самом деле, линейка довольно-таки приятно удивила, показала неслабый результат, вы это видели сами. Я думаю, в ближайшем времени мы снимем полноценный тест этого сабвуфера. Я думаю, я его сожгу, все-таки его убью, замерим его мощность реальную, дадим ему там заявлен номинал, да, повалим там, например, в течение пяти минут. Как это раньше делали, да, проверяли тест, делали другие люди замеры мощностей Уралов, смотрели, как они справляются с длительными токовыми нагрузками. Вот, что хотелось бы еще сказать. Наверное, спасибо вам всем за внимание, потому что мы долго это все снимали, нудно. Это, получается, шестая по счету серия, целый сериал мы сняли. Что смотрели, ставили там лайки, комментировали, оставляли какие-то свои пожелания. Вот одно из них мы учли, я купил, наконец-таки купил себе микрофон. Думаю, теперь меня лучше будет слышно в дальнейшем для тестов акустики. Я, может, куплю еще направленный микрофон, да, для того, чтобы вы смогли максимально точно оценить разницу в звучании. Здесь, я думаю, говорить больше нечего, потому что сделали мы по максимуму все, что могли. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что все равно найдутся люди, которые будут недовольны, которые найдут какие-то косяки. Но также я отдаю себя отчет в том, что угодить всем нереально. И что бы мы ни сняли, как бы мы это ни сделали, все равно найдутся недовольные. Ну, наш мир, видимо, невидимо, а наш мир так устроен, да, такой он снарод. Поэтому мы старались по максимуму сделать так, как вы хотели. Получилось это или нет, решать уже вам. С вами был я, директор студии Автозвука Вагоня. Спасибо за внимание вам. Большое спасибо, что остаетесь с нами. Не стучи стаканами, ты чего, блядь. Ладно, друзья, всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!